И это тогда, когда премьер Армении Пашинян даже в сложившихся условиях настаивает на статусе Нагорный Карабах или Арцах по-армянски, должен получить международное признание. Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха. Международное признание республики Арцах становится абсолютным приоритетом. И сравните по этому же вопросу Алиева. Вот его переговорная позиция. Что случилось, Пашинян? Ты собирался проложить дорогу в Джабраил? Плясал? А где статус? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах. Нет его и не будет. Пока являюсь президентом, не будет. Поэтому данный документ представляет огромное значение. Это все, что мы хотим. Армия крепка, как никогда. И все это в зачет Ильхаму Алиеву. А многозначительно ссылаясь на документ, который представляет огромное значение, президент Азербайджана имеет в виду и его четвертый пункт, где миротворцы России на время согласия обеих сторон. В Баку долго ждали развязки. И уж точно готовы ждать еще пять лет. Куда торопиться? Все ведь согласились. Разве не так? Но как к такому согласию подошли? Каждая из сторон двигалась своим путем. Когда Пашинян два с половиной года назад пришел к власти под технологиями цветной революции, то отказался от переговоров с Азербайджаном, объявив, что Арцах – это Армения и точка. Вместо переговоров Пашинян отправился плясать в шушу. Эта самонадеянность была обманом Армении и обманом Нагорного Карабаха. Недооценка ситуации обернулась блефом вместо военного строительства, дурным командованием в ходе разразившейся войны и опять же обманом своего народа с самого начала битвы. Из-за неверия в народ. Я и президент Карабаха не сообщали полную информацию о плачевной ситуации, чтобы не вызывать панику. И что теперь? Армия Армении разбита на голову. Называя вещи своими именами, Пашинян говорит о катастрофе. Но что было бы, если бы не Россия?